Всем привет! Сегодня у меня в ремонт поступил вот такой желтый перфоратор от компании DeWalt и от компании Makita. Даже два штучки есть. Их мы будем смотреть в следующих роликах. А сегодняшний ролик будет посвящен DeWalt. На сегодня строительный мир поделился на такие группы. Вот есть фанатики инструмента, которые вот одни кричат я только на Makita, я только на DeWalt или я только на Metabo. А есть адекватные пользователи, которые знают, что есть хороший инструмент и плохой инструмент в одной марке. И можно использовать и тот, и тот. И как бы у тебя от этого ничего не случится в психологическом плане. А есть прям такие фанатики, которые со слюнями будут тебе доказывать, что вот весь DeWalt это отличный инструмент, или вся Makita это отличный инструмент, а все остальное говно. Или вот все Metabo это все супер, или все только Miloki. Остальное это все херня. Я к таким не отношусь. Я нормально отношусь ко всему инструменту. И сегодня я хочу небольшое такое мнение свое высказать. Такой перфоратор у меня с 12 года. И до сих пор он у меня дома лежит целый. Отработал я электромонтажником около 15 лет. Но именно таким перфоратором, ну лет 7 он, наверное, у меня пахал. Гонял я его и в хост, и в гриву. Да, он и ломался. Не без этого перфоратора, ну, мое личное мнение, хорошее, если уметь правильно им пользоваться. И вообще любой инструмент хороший, если уметь правильно им пользоваться. Начнем свое повествование вот про такие аккумуляторы. Когда Девольт выпустила вот эту линейку, флекс вольт, когда можно ее и в 18 вольтовую вставлять, и 54 вольта, все кричали, что это прорыв. Почему Макита не пошла по такому шагу? Начали обсирать Макиту, когда она выпустила новую линейку. Для чего это сделано? Ну вот, никто об этом в интернете почему-то не говорит. Давайте я скажу, что никакого особо-то прорыва и нет. И почему, по моему личному мнению, Макита не пошла по этому пути? Во-первых, для... Многие сейчас в интернете видят такие фотографии, когда вот такие здоровенные аккумуляторы пихают на маленькие шуруповерты. Но это, мое мнение, это просто цирк. И с Макитой даже есть такие фотографии вот с новым 40-вольтовым инструментом. Эти аккумуляторы сделаны не для этого. Аккумуляторы это сделаны для продолжительной работы на тяжелой технике, вот как на этом перфораторе, или там на торцовочной пиле, на здоровой. Для газонокосилок, для цепных пил. Ну, то есть, для инструмента, которому необходима большая мощность, большое потребление тока идет. Работая вот таким перфоратором и одним аккумулятором, вы никаких проблем не будете испытывать. Во-первых, весь день вы без перерыва не будете им работать. Он не выдержит такой нагрузки. Вы будете давать ему отдых. Вы будете давать себе отдых. Слезть, поменять аккумулятор, это не такая же проблема. Даже если вы работаете где-то на высоте, все равно у вас есть обед, и вы весь день не работаете. С собой взять можно несколько аккумуляторов. Вторая причина. Многие стали пихать вот такие аккумуляторы в старый инструмент, который вышел еще до изобретения этого инструмента. И говорили, вот как удобно, как бы все подходит. У меня была в ремонте пила сабельная. По-моему, она вышла еще до того, как появился FlexVault. И когда я вот сейчас ставлю фотографию, я ее разбирал внутри, подгорели контакты. Мне кажется, из-за того, что использовался не тот аккумулятор. Сейчас в инструкции, если подскачивать инструкции, от любого инструмента DeVault, есть табличка, с какими аккумуляторами он может работать. В новых там почти везде указаны эти аккумуляторы. Еще один очень большой минус этих аккумуляторов. Посмотрите размер контактной площадки. Он очень маленький. И здесь. И вон пятно контакта вообще никакое. Если сравнивать с Макитой, то посмотрите, какие здесь полозья. И внутри мы видим две, как говорится, группы зажимов. Вот один и второй. Контакт намного надежнее. И из-за того, что здесь такой маленький контакт, даже сам товарищ мой сказал, вставляя аккуратно, у него уже начались проблемы. Во-первых, из-за того, что здесь вот эта площадка подвешена, аккумулятор здоровый. Он болтается еще сильнее. На мой взгляд, еще эта проблема связана с тем, если я не знаю, как в перфораторах, надо будет сейчас здесь посмотреть в шуруповертах, кто еще разбирал. Короче, кнопка, по-моему, Defond фирма, уже точно не помню. Но эта компания производит, вот, кнопка, она у него идет сразу с контактной площадки. То есть, это не девольтовская контактная площадка. Ты сразу, опять же, это не утверждаю, что это так на 100%, но, по-моему, это так. Я заходил на сайт этих выключателей, и они сразу нарисованы с контактной площадки. Поэтому я так думаю. И уже девольтовцы сами под эту площадку подгоняли эти аккумуляторы и делали. А у Макиты же выключатель тоже делает отдельная компания все выключатели, это не Макитовский. Но сами площадки делает Макита. Если у нас такое бывает, да, она со временем стирается. И она, кстати, медная. Если мы потрем ее чем-нибудь лезвием, поскоблим, она будет желтая. И таких проблем, чтобы аккумулятор отставал, и был плохой контакт, я не видел. Третий момент. Я очень много видел разных аккумуляторов, которые использовались примерно вот в таком режиме. И до такой степени, вот в таком плачевном состоянии, они редко когда бывают. Да, бывают. Но желтый, конечно, пластик. Видим сразу. Вот в рудниках работает в шахте. Убитый. Это тоже у ней же в рудниках, но он по гарантии был принесен. Но они его еще не успели ушатать. Точнее, они его ушатали. Здесь просто переключатель неправильный. Переключали. Хотя для дебилов, прямо вот здесь подробная инструкция. Я когда покупал, такой инструкции не клеили. Сейчас стали наклеивать. Какие поломки у этого перфоратора? Алексей сказал мне, что у него застревает пика. Или долото. Со сверлами нормально все. А именно пика. Ну, я говорю, тут я вряд ли что-то сделаю. Возможно, это проблема именно с той пикой. Он говорит, другие перфораторы вставляешь нормально все. Но есть вот, когда на выходе вот здесь утаскиваешь. Что-то задевает. Ну, в итоге просто мы его разберем, почистим, приведем в порядок. Не знаю, еще позвоню, спрошу, будем ли мы открывать редуктор. Ну, электрическую часть мы посмотрим. Да, вернемся чуть-чуть к аккумуляторам. Makita пошла по правильному пути. Она сделала отдельную линейку, чтобы не возникало вот таких проблем с перегревом, с перегрузом старых. То есть, есть линейка, пожалуйста, для более мелких работ. Есть линейка для более тяжелых работ. Выбирай какую угодно. Плюс эта линейка на 40 вольт, она была сделана для того, ну, как есть же линейка на 36 вольт, когда два аккумулятора. Ну, я пробовал такой перфоратор. Не совсем это удобно. Конечно, лучше, когда один аккумулятор. И они это сделали. Но они опять пошли дальше и сделали еще более мощную линейку, где два аккумулятора по 40 вольт, 80 вольт. Но там перфораторов явно не будет. Там вот только SDS Max есть на 80 вольт. Ну, то есть, мощный инструмент требует мощного питания. И от этого никуда не деться. Поэтому выбор, как бы, есть у всех. И у тех, кто любит DeVolte, и у тех, кто любит Makita. Единственное, что кричать друг на друга и сраться, это просто дурачки, как это делают. Леха как-то без любви относится к своему инструменту. Вот я его немного продул. После каждой работы купи себе вот очиститель, двигатель, недорогой. Вот так обрызнул. Будет себе вот новый. Так лучше, да? Видите, здесь вот с этой стороны, как и у Makita. У Makita тоже с этой стороны все винты находятся. Сначала откроем ручку. Здесь у нас вот уже выпало. Здесь находится площадочка для того, чтобы аккумулятор заходил, скользил в этом месте. Я так понимаю, зажим сюда упирается, чтобы не стиралось вот здесь пластик. Вот вибрации, видите, в этом месте пластик изнашивается. Ну да, вот он, DeFond. Пожалуйста. И, как я и говорил, все это дело идет пружинка. А, ну это пружинка, которая, вот эту контактную группу поддерживает. Вот она такая маленькая. здесь еще какой-то... А, это площадка, крючок, короче. контроллер очень тоненький. пружина ржавая. нижнюю ручку сняли. Это вот у нас крючочек выезжает, как вам удобно куда-нибудь повесить. Нужен крючок? Не нужен. Вот о чем я говорил, видите, выключатель припаян к площадке. это одно целое. Если контроллер можно снять в клеммничке, то выключатель идет вместе с площадкой. И получается, что компания Defond возможно делает еще для кого-то такие выключатели. И как универсальный инструмент может еще что-то есть, куда может подойти аккумулятор DeWalt. Но это опять же мое предположение. Не утверждение. Резиночка здесь и провода. Шлейфы здесь на EG похожи. EG там милуоки. А это что за U-A Украина. E-U-U-A. На контроллере прямо четко указано сделано в Таиланде. Контроллер очень маленький. А проводов уходит на двигатель хрен знает сколько. ну тут этот пылесос подключается. Ладно. Идем дальше. за ручку не совсем удобно снимать. Откручиваем дальше. И нет гарантии. Сначала нужно патрон разобрать и снять пластиковую защиту. колпачок. по поводу колпачков. Очень часто приносят перфораторы у которых полностью стерты колпачки по самой не хочу. Как я не понимаю сверху. Вот бур. Видите у него вот эта зона откуда шлак выводится. Она вот досюда. Дальше сверлить не надо. здесь даже вот ограничения есть. Вот видите он идет на увеличение. И такая контрольная метка есть везде. и вообще сюда даже уже не надо загонять. Если вам глубже надо засверлиться возьмите бур длиннее. Как можно сверлить колпачок об стену трется. Это вот люди которые потом доказывают что они умеют пользоваться инструментом. шарик шайба и пружина которая на мой взгляд по идее надета наоборот. может из-за этого у него там и проблема с буром. Ну схема сейчас глянем. На мохиды все пружины вот эти вот так одеваются. Короче я понял тут чтобы снять нужно снять переключатель. Пошло. Нифига себе. что это за бред такой. У нас вышел ствол. Вы такое видели? что так должно быть? У него просто корпус отвалился. Блин такого поворота я не ожидал. говорит я не хотел лезть внутрь. Он говорит ни хрена залезешь. Кстати обратите внимание по конструкции я не вижу отличий от милуоки. разобрать здесь и продуть продуть надо так чтобы сюда пыль не попала то есть надо сейчас это заткнуть здесь короче такая же басня как у милуоки эгэ вот этот выключатель идет в сборе с двигателем отдельного не закажите ни ротор ни статор и стоит вот этот байдас контроллер выключатель и двигатель от 16 до 19 тысяч то есть если с двигателем что-то случится или вот с выключателем у нас просто пыль попадет выключатель перестанет работать все капец нужно будет искать на алиэкспресс кому интересно как называется либо вот это все в сборе заказывать так проще новый перфоратор купить короче почитал на форуме реддита тоже человек искал а там бывший сотрудник девольта написал что милу волки девольт все только целиком поставляет никаких отдельных запчастей хотя на алике вроде есть на ebay есть по-моему 20 долларов плюс еще минус того что я сейчас здесь увидел свой 242 я на коленке настройки разбирал и собирал не считая редуктора электрическую часть доставая двигатель и ротор без проблем там вообще минимум деталей и все удобно меняется здесь такой возможности нет двигатель двигатель кстати его можно включить давайте включим почему-то на больших оборотах его начинает трясти на маленьких нормально либо контакт плохой либо что-то нездоровое чувствуете да и на маленьких в эту сторону не запускается это бывает такая же беда у меня была и на моем 242 не знаю почему эта проблема без щеточных двигателей опять же в макете мы можем поменять ротор или статор отдельно отдельно выключатель пожалуйста отдельно клеммная колодка отдельно контроллер моё мнение лично уже сразу скажу очень тяжелая как говорится сложная ремонтопригодность высокие цены комплект кто-то мне написал ты типа дурак это специально тебе сделано чтобы тебе проще было ремонтировать взял это все заменил и все ну блин ребят если бы у нас были все миллионеры оно конечно и было бы хорошо а так опять получается тогда назвал видео одноразовый довольт примерно так же и это можно называть ладно давайте открутим редуктор уже посмотрим до конца смотрите показываю как работает вот переключатель вот так вверх вниз переставляет муфту в нижнем положении когда муфта находится перфоратор работает чисто в режиме сверления и крутит ствол когда муфта находится в центральном положении крутится и ствол и поршень это режим сверления с ударом а когда муфта в верхнем самом положении крутится только поршень и это режим удара по-моему там переключатель еще не совсем нормальный сейчас это все вот еще лишнее чтобы долезть до переключателя нужно это все снять очень прикольное решение видим что там муфта немного видите подлизана вот в этом месте то есть оно там что-то недовключалось видимо были проблемки при включении точнее при переключении муфты не всегда четко переключатель ставился в свое положение здесь у нас тоже и больше отшипники нормальные нам нужно долезть для самого переключателя там пружина погнутая как обычно проблема у всех дэвольтов когда достаешь рычаг переключения там на нем пружинка стоит она обычно всегда почему-то загнутая вытащить 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 шпиль шпилька вставлена как-то ее надо извлечь вставлена вставлена кто мне скажет нету нигде куда можно надавить нажать и он на месте стоит не двигается мертва ладно сейчас проверим переключатель работает так это у нас режим удара режим удара со сверлением режим сверления на муфту сама мы есть небольшие изонера но я думаю они не настолько критичны так вот поставил стоит режим сверления видите в режим сверления стоит а удара нет режим удара есть удар режим сверления режим точнее это был удар со сверлением сверления поставили все нормально переключаем на удар со со сверлением но вроде переключается очень такое ощущение что видите еле еле поднял все режим удар со сверлением муфта них не дошла на этом еле еле зацепилась за самый краешек но сами видели проблемка и имеется поменять вот по пружину у меня не получилось вытащить шпонку вот эту давайте посмотрим что у нас ствол ствол у нас боёк залипает ствол сам в нормальном состоянии чтобы его снять здесь стволец меняется здесь какой-то нужен хитрый съемник чтобы вот кальчик пружина вот здесь меняется примерно вот так без всяких хитрых съемников там у нас куча бочоночков они такие уже под изношеные я думаю их есть смысл менять при замене стволца 8 штук у нас туалет наверное мы будем менять потому что вот он залип вот она наша проблема видите он туда влип встрял и не хочет выходить сейчас я попробую оттуда выбить смотрите какая сухая глина Может Леха просто смазывал буры, а редко точнее не смазывал их вообще. Хотя патрон весь засраный был. Может быть просто почистить, смазать надо это все. Короче я понял всю проблему этих дорогих перфораторов, мелоки, девольт. Очень хорошие редукторы и не особо хорошая электроника. Все что надо? Резиночка, ну она чуть-чуть приплюснутая, я так понимаю, вот здесь виден износ небольшой, скорее всего так, да, здесь видны следы, что на той, что на этой стороне, ее кстати тоже можно поменять, у него видите, новый изначально скорее всего был такой выпуклый, на шайбе вот износ от пружины видите, ну и пружина естественно тоже будет чуть-чуть точно, хотя этого почти даже и не видно, это вот так происходит, вот она шайба и пружина, она стачивается, ну вот и весь механизм, все просто, собрал перфоратор и что мы по итогу имеем, не стал я не менять никакие резинки и предложу ему ничего этого не делать, я просто добавил смазки, он отлично работает, отлично бьет, мне кажется у него быстрее сгорит двигатель, прежде чем там эти резинки до конца износятся, плюс еще проблема с переключателем, если мы вот сейчас смотрите, режим удара, режим сверления, вот он сразу не включился, переключился, муфта зашла на свое место, дальше включаем режим сверления просто и когда мы переключаем из режима сверления в режим перфоратора, муфта не зацепляется, видите муфта не зацепилась, потому что там проблема с этой пружинкой, а как вы видели пружинку я поменять не могу, потому что эта шпилька не вытаскивается, она там намертво сидит, это надо с корпуса менять, либо как-то выбивать, я не знаю, она вообще, ну я пытался и пассатижами там чем только ничем не идет, переключаем опять в режим удара и вот из режима удара, когда мы переключаем в режим перфоратора, тогда перфоратор работает нормально, либо обвинять надо с этой стороны эту пружинку как-то пробовать, либо я не знаю что делать, как исправить и выйти из этого положения, ну и вопрос, для чего покупать перфоратор SDS Plus с силой удара 3,5 джоуля, какие работаем делать, для шестерочки есть легкий перфоратор, вот пожалуйста даже 3 джоуля, два раза дешевле, а для более больших буров, да вот пожалуйста лучше взять SDS Max за 45, поэтому для чего придуман этот перфоратор не понятно, кстати по поводу патрона, здесь шайба уже износилась, так как это SDS Plus патрон, они по сути одинаковые все, берем шайбу от Makita, вставляем пружину правильно, не так как она была здесь, шайба спокойно подходит, берем шайб, шарик тоже от Makita, и все будет у нас работать, вживили макитовского донора, мы будем макитовские доноры вживлять во все инструменты, кстати цена контроллера, двигателя и выключателя это цена целого перфоратора 242, лучше два взять перфоратора, чем один этот за 40,